Курс доллара бьет все рекорды, но чиновники обещают белорусам достойную жизнь. Переработки, низкая зарплата и постоянный стресс. Молодой медик жалуется на плохие условия труда по распределению, ищет способ уволиться. Белорусы за границей придумали платформу, которая должна помочь тем, у кого заканчивается паспорт. Подробнее обо всем этом я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Курс доллара в Беларуси достиг рекордного максимума. На сегодняшних торгах американская валюта торговалась по 3 рубля 33 копейки. Это самый высокий показатель за всю историю. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 марта прошлого года на фоне снижения курса российского рубля. Тогда доллар вырос до 3 рублей 31 копейки. Еще в начале нынешнего года доллар стоил 2 рубля 70 копеек. Впрочем, белорусские чиновники живут в параллельной экономической реальности. Аэропортуют о том, что совсем скоро Беларусь заживет лучше, чем прежде. Накануне они озвучили прогнозные экономические параметры развития страны на 2024 год. К примеру, белорусам обещают рост доходов, а инфляцию собираются удержать на уровне в 6% годовых. Более того, в документе прописано, что власти нацелены на сбалансированный рост экономики без риска спровоцировать макроэкономические шоки. Однако, как этого удастся добиться на практике, да еще и с таким курсом доллара, непонятно. В тикток завирусилось видео белорусский, которое рассказывает о своем опыте целевого распределения. Вот уже два года Елена Андрусевич работает в центральной районной больнице. Как утверждает молодая специалистка, во время учебы она мечтала спасать людей и развивать свои навыки. А по итогу теперь ей приходится спасаться самой от стресса и переработок, которые, кстати, в месяц могут достигать 150 часов. И это, как говорит девушка, уже стало нормой. При этом на зарплату такой расклад никак не влияет. Елена отмечает, что для белорусской системы здравоохранения важна только статистика и цифра, а за всем этим живых людей не видно. В таких условиях работать девушка больше не хочет, поэтому она решила взять кредит на 10 тысяч долларов, чтобы выплатить штраф из-за отказа от обработки. Но и это медика не спасло. Так как контракт подписан на 5 лет, а специалистов больницы не хватает, руководство просто отказывается давать добро на увольнение. Единственный вариант, который предложили Елене, это декретный отпуск. Теперь девушка ищет другие способы уволиться и найти себе достойную работу по специальности подальше от государственного учреждения. Судя по комментариям под роликом Елены, с похожей проблемой сталкиваются многие. А некоторые и вовсе пишут, что после просмотра данного видео задумались, стоит ли вообще идти учиться на медика в Беларуси. Политзаключенная Полина Шаренда-Понасек пожаловалась на бесчеловечные условия пребывания в Гомельской колонии. Там женщина почти весь последний год провела в штрафном изоляторе. На нее оказывали физическое и психологическое давление. Летом ее сильно избили другие заключенные женщины. Это, считает Полина, было организовано администрацией колонии. Об этом женщина рассказала во время судебного заседания, которое проходит сейчас в Речице. На момент разбирательства ее перевели из колонии в Реческий ИВС, где ей приходится спать на полу из-за отсутствия постельного белья. Напомним, Полина Шаренда-Понасек находится за решетку уже около трех лет за оскорбление Лукашенко и насилие в отношении сотрудника милиции. В 2022 году она должна была выйти на свободу, но в колонии ее постоянно обвиняли в нарушении режима и впоследствии завели новое уголовное дело – злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения. За что теперь ей грозит еще один год лишения свободы. Со своей же стороны хотим напомнить, что в описании под каждым нашим выпуском можно найти всю необходимую информацию о том, как поддержать политзаключенных или как писать им письма, не выходя при этом из дома. Отмечу только, что любые донаты в нашей стране отслеживаются и могут караться режимом. Поэтому, если вы все еще находитесь внутри Беларуси, старайтесь быть максимально аккуратными. Вчера, к примеру, стало известно о возбуждении уголовного дела из-за марафона солидарности «Нам не все одно», во время которого на помощь политзаключенным было собрано более 500 тысяч евро. Подозреваемыми по делу финансирования экстремистской деятельности, проходит порядка 60 человек. Беларусов призвали вернуть моду на многодетность, взять пример с Узбекистана. Об этом заявила председатель Союза женщин, отмечая, что современные белорусские заменяют рождение детей котиками. По мнению Ольги Шпилевской, в наше время у многодетных априори не может быть серьезных проблем, включая финансовые. Провластная активистка уверена, что многодетные матери могут свободно путешествовать и ни в чем себе не отказывать, если будут работать онлайн. Кроме того, по словам Шпилевской, различных социальных бонусов от государства для многодетных более чем достаточно. Тем не менее, статистика говорит о том, что плюшек от государства явно не хватает. И только за прошлый год количество детей в стране сократилось более чем на 20 тысяч. Впрочем, пропагандисты уверены, что заставить белорусов рожать можно и с помощью вдохновляющих примеров. В таком качестве председатель Союза женщин выбрала Узбекистан. Примечательно, что в традиционном обществе этой страны женщина считается человеком второго сорта. Там практикуются ранние браки по договоренности. Рожать нужно быстро и только мальчиков. Появление девочки становится обузой для семьи, ведь ей нужно собрать приданное и найти мужа. К узбекским женщинам и девочкам часто применяют воспитательное насилие. Но для сторонников режима все это не важно. Главное, что это не западные ценности. Инициатива «Новая Беларусь» запустила платформу для наших сограждан, которые рискуют остаться без паспорта за границей. На ней белорусы могут делиться друг с другом лайфхаками по легализации. Проект «Все будет легально» был запущен совместно с народными посольствами. По словам авторов идеи, они решили сделать живую википедию белорусского эмигранта, построенную на личном опыте легализации земляков в разных странах. Сейчас проект существует в формате групп по семи странам с самыми большими диаспорами – от Польши и Литвы до Грузии и Португалии. Этот список будет постоянно расширяться. В каждой группе можно рассказать о личном опыте обустройства за рубежом, читать и дополнять гайды белорусских мигрантов, предлагать сообществу возможные решения возникающих проблем. Присоединиться к проекту можно в приложении «Новая Беларусь» или на сайте. Ссылку на него мы оставим в описании к этому видео. С белорусской парой произошел неприятный инцидент во время отдыха в Египте. Девушку укусил верблюд. Эксперты рассказали, чем в подобных случаях могут помочь страховки, которые оформляются для поезда к заграницу. Отмечается, что белорусы на отдыхе регулярно получают травмы после встреч с экзотическими животными. Чаще всего это морские ежи, обезьяны, скалопендры и змеи. В истории с укусом верблюда примечательно то, что девушка смогла оперативно получить медицинскую помощь. Ей назначили антибиотики примерно на 100 долларов, а стоимость лечения покрыл полис. Специалисты утверждают, что любая ситуация с повреждением кожных покровов является страховым случаем. Пример приводит инцидент с белорусским туристом, который наступил на морского ежа в Шри-Ланке. Животное оказалось инфицированным и пострадавшему пришлось лечь в местную больницу. В итоге ему возместили стоимость лечения на сумму более 4,5 тысяч рублей по полису, который стоил чуть более 50. Друзья, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии». Новый выпуск уже можно смотреть по ссылке в описании. Обсудили с экспертами ситуацию с пенсиями в Беларуси. Растут они или на самом деле падают? А также есть ли у режима возможность их увеличить? А на этом у меня все. До встречи завтра и живи Беларусь!